25 сентября на базе Государственной гимназии интернат музыкально-хореографического образования по инициативе Союза женщин Дагестана совместно с Министерством по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, а также с региональным отделением офицера России, прошел круглый стол на тему «Женщины в погонах. Честь и слава России. Жены защитников Отечества. Надежный тыл страны». Среди почетных гостей мероприятия – члены Президиума Союза женщин Республики Дагестан, начальника дела Министерства по национальной политике и делам религии Республики Дагестан, руководителя регионального отделения офицеры России, полковника Сайбат Валиева, председатель Совета женщин пограничного управления ФСБ России по Республике Дагестан Ольга Арслангиреева, депутат Народного собрания Республики Дагестан Елена Павлюченко, а также организатор мероприятия, председатель Союза женщин Республики Дагестан Интизар Мамутаева и другие. В большом и светлом зале собрались и жены защитников Родины, а также женщины-военнослужащие разных родов войск. С приветственным словом ко всем присутствующим обратилась организатор круглого стола Интизар Мамутаева и другие члены Президиума Союза Женщин. Я хочу каждой из вас поблагодарить за то, что вы нашли возможность в время сегодня собрались здесь женщины в погонах. Честь и слава России! Мне очень приятно сегодня проводить встречи нас с вами, с женщинами в погонах и со всеми, которые присутствуют здесь в этом прекрасном зале. Хочу сказать вам слова приветствия лично от министра по национально-полицейским делам религии Республики Регистана Эмми Касимовича Муслимова, генерала-майора, который желает вам самого выносливости. Мы знаем, на ваших хрупких плечах очень тяжелая работа. Поприветствовали собравшихся и воспитанники музыкально-хореографической гимназии в составе ансамбля «Салам», исполнив зажигательный танец. Далее в ходе круглого стола участники встречи чтили достижения дагестанских женщин, которые ежедневно стоят на передовой нашей Родины и наряду с этим берегут теплый кров и являются надежным тылом для своих мужчин. Нашей женской мудростью где-то их удержать, где-то раскрыть им глаза, где-то защитить, где-то обнять, где-то успокоить. Это наша с вами женская миссия, которая возложена на нас, Всевышним Богом. Я думаю, что эту миссию мы тоже должны выполнять так же успешно, как свою основную службу. Гостям мероприятия был представлен фильм «Цветы на скалах», который описывает характер дагестанской горянки, а также рассказывает о выдающихся женщинах республики, чьи биографии воодушевляют. Среди них Фазу Алиева, Такибат Махмудова, Хамис Казиева и другие. Если главным женским литературным героем является Парту Патиман, то женским лицом дагестанской литературы можно назвать Фазу Алиеву. Она автор более 80 книг, которые были переведены на десятки языков мира. Поминали женщин, которые помогали во время Великой Отечественной войны. Они принимали на свои плечи все фронтовые обязанности, были медсестрами, спасали, лечили и кормили раненых бойцов. Не забыли и о тех женщинах, которые оказывали помощь и психологическую поддержку в трагические моменты, во время терактов в республике. В завершении круглого стола участники встречи обсудили насущные вопросы, которые встречаются на пути у женщин военнослужащих, такие как проблемы устройства ребенка в детский сад, школу и прочее, а также делились своим опытом и интересными историями из жизни.